Друзья, сегодняшнее видео будет максимально разговорным, поэтому кто мне пишет в комментариях, как много болтовни, я прошу вас сразу же не смотреть. Также я прошу вас не перематывать на начало практики, потому что всё, что я буду говорить до этого, тоже крайне важно и тоже поможет вам справиться с отёками под глазами. Да, сегодня мы про отёки. Не только под глазами, над глазами, в области скуловой связки, вот этот малярный мешок. В общем, мы с вами обсудим сегодня, в принципе, вот эту всю орбитальную-периорбитальную зону, которая отекает. По какой причине это происходит? Также я расскажу вам свою историю, и у меня есть грыжевое выпячивание, с которым я обращалась к пластическому хирургу, расскажу, почему я отказалась от операции, от блефаропластики. И покажу вам упражнения, которые помогут либо прямо сегодня, либо в течение некоторого времени увидеть, как уменьшаются ваши отёки под глазами или где-то вокруг. Меня зовут Орлова Даша, я являюсь специалистом по здоровому движению с медицинским образованием. Если вы ещё не подписаны на мой канал, пора это сделать. Также можете прямо сейчас поставить в видео лайк для того, чтобы не забыть это сделать потом. Потому что если вы потом захотите этот лайк убрать, всегда получится, а вот если забудете, то уже мне будет крайне печально. Итак, что касается вообще того, почему образуются отёки под глазами. Смотрите, у нас есть определённая такая схема залегания жира у каждого из нас. Она связана либо с гормональным балансом, то есть у мужчин одно залегание жировых отложений, у женщин другое, а также с нашей конституцией. Конституция очень часто обусловлена генетически то же самое с притягиванием воды. То есть если жир у нас откладывается у кого-то больше в животе, у кого-то в бёдрах, у кого-то в ягодицах, то и притягивание лишней воды может происходить по своему такому наследственному генетическому рисунку. У кого-то это будет под глазами, у кого-то в принципе вокруг глаз, у кого-то вот здесь вот малярный мешок. Если вы посмотрите на своих маму или папу, то увидите примерно такой же характерный рисунок. Но винить наследственность в том, что у вас есть отёки, это абсолютно неверно. Наследственность здесь виновата в кавычках только лишь в том, куда именно этот отёк придёт. Но сам по себе отёк, сама по себе лишняя вода, она пришла по какой-то причине. И эту причину вызвали вы своими какими-то действиями. Это не значит, что вы виноваты и нужно пойти и плакать в подушку, чтобы на завтра опять встать с отёчными глазами. Это значит, что нужно разобраться. Давайте попробуем здесь разобраться, какие могут быть причины. А потом после этого я расскажу вам свою личную историю. Итак, смотрите. Во-первых, это нарушение водно-электролитного баланса. И это очень важная история, когда нам говорят, что мы поели слишком много солёного на ночь, и поэтому у нас возникли отёки. Но это не совсем верно. Да, это в эту же историю. То есть нарушается натриевый баланс, когда мы поели слишком много чего-то солёного. Не обязательно, кстати, даже на ночь. Это может быть просто в течение дня мы употребляли слишком много солёной еды. Причём солёные еды переесть очень легко, если вы питаетесь где-то в кафе, в ресторанах. Ну, потому что там априори еда, как правило, пересолена. Там идёт ставка всё-таки на вкус. Поэтому сахар, соль, глутаматы натрия добавляются очень часто. Всё, конечно, зависит от ещё качества того заведения общепита, в котором вы сегодня решили себя покормить. Но не обязательно это только натрий. Это также может быть магний, калий, кальций. Это самые главные электролиты, которые нужны нам для нервной проводимости. В целом они участвуют в огромном количестве процессов. И если их становится излишне много вне клетки, то это означает, что внутри клетки их может быть очень мало. То есть происходит такой диссонанс. Когда мы сдаём, например, кровь или сывороку крови на анализ кальция, мы видим, что кальция много, при этом у нас остеопороз. Почему? Потому что вне клеточного кальция много, а внутри клетки кальция мало. Почему так может происходить? Почему, например, кальций может не исполнять нормально свои функции, свои обязанности, не входит в клетку? Во-первых, потому что у вас может быть недостаточно витамина D. Про витамин D сейчас говорят все. И назвать вам какие-то конкретные цифры его приёма, количество международных единиц я ни в коем случае не стану. Потому что всё это делается на фоне того, какой сейчас у вас текущий уровень витамина D. Да, анализ стоит дорого. И иногда можно даже обойтись без анализа, а просто наблюдая за клинической картиной и осознавая то, как вы питаетесь и как вы вообще живёте. То есть если вы знаете, что вы мало прогуливаетесь на свежем воздухе, если вы знаете, что у вас регион с очень низким количеством солнечных дней, если вы знаете, что вы, в принципе, практически ваша работа, ваша жизнь, она заключается в поездках между офисом и домом, и как бы улицы в этом практически нет, прогулок практически нет, подставить вот так вот лицо солнышку не через окно тоже практически нет. И в вашем питании, скорее всего, нет глубоководной, именно дикой рыбы, например, какого-нибудь антонтического лосося 2-3 раза в неделю, или вы не принимаете дополнительно рыбий жир. Кстати, насчёт рыбий жира многие думают, что это очень хороший источник витамина D. Так вот, витамина D там практически нет. То есть всё-таки нутрициологи рекомендуют принимать отдельно рыбий жир и дополнительно к нему витамин D. Вот, поэтому витамин D для нормального усвоения кальция, для нормальной его работы необходим. Но что ещё нужно? Нужен очень важный элемент, который называется кремний. Если раньше кремния в нашем питании было достаточно, то сейчас наша почва обеднена, мы питаемся в основном овощами, которые выращиваются нигде-нибудь на открытом солнце, а также вода, которую мы пьём, так как почва обеднена кремнием, вода тоже обеднена. И зелень, которую мы тоже можем потреблять для того, чтобы восполнять уровень кремния, она выращивается на гидропонике. То есть очень часто тоже кремния там сильно мало. Особенно если вы человек с какими-то ограничениями в диете. Например, вы сидите на безглютеновой диете. Почему я говорю про безглютеновую? Потому что кремния очень много, например, в овсянке. То есть если вы каждое утро едите овсянку длительной варки, то вполне вероятно, что кремния у вас достаточно. Но если нет, если вы сидите на безмолочной, безглютеновой диете, в принципе ограничиваете себя, потребляете мало овощей, потребляете мало зелени, хотя они бедны, и не следите за составом вашей воды, то вероятнее всего кремния у вас мало. А кремния – это элемент жизни, и это элемент, который позволяет кальцию хорошо справляться со своими функциями, хорошо входить внутрь клетки. Так вот, дополнительный прием кремния, он очень часто тоже бывает необходим. Дальше, какой электролит мы с вами возьмем для рассмотрения? Это магний. С магнием вообще такая история. То есть если вы говорите про меня и про мою личную историю отека под глазами, то это не больше, не меньше, чем вот стресс и все его последствия. Магний очень сильно выхлапывается на стрессе, поэтому если вы знаете, что вы человек, который привык тревожиться, который очень часто находится в состоянии стресса, в состоянии хронического стресса, то вам обязательно нужно принимать магний дополнительно. Магнийцитрат, магнийбезглицинат, в общем, все, что вы для себя выберете в хелатной желательной форме, оно будет вам идти на пользу вашей нервной системе, вашим костям и в том числе вашему вот этому водно-электролитному составу. Я очень часто рекомендую принимать магний не только в форме таблеток, но еще и дополнительно в течение дня пропивать магниевую минералку или просто щелочную минералку, в которой магния тоже достаточно. Примерно 2 стакана в день для людей, у которых есть отечность. Вы там себе где-нибудь помечаете, записываете, потому что это очень важная и нужная информация. Кроме того, калий. Калий – это следующий электролит, который тоже необходим для нормализации водно-электролитного баланса. Этот минерал содержится в овощах, фруктах. Если вы знаете, что вы едите мало овощей и фруктов, зелени, то вам нужно озаботиться тем, чтобы включать их в свой рацион. Не нужно калий употреблять в виде добавок или еще как-то. Нужно его получать таким естественным путем. Но желательно, чтобы эти овощи и фрукты были свежими. И лучше, если вы употребляете их до 3 часов дня, то есть в первой половине дня. И, естественно, как мы понимаем, когда электролиты мы восстанавливаем в количестве, то мы должны обязательно восстанавливать в количестве и воду. То есть водный баланс. А люди, которые отекают, очень часто боятся воды, потому что они думают, что начнут пить и начнут больше сильнее отекать. В какой-то мере это правда, если у вас как раз есть разрыв по электролитам, по минеральному составу, по сыворотке крови. Но если вы здесь уже везде себя обезопасили, кальций принимать в таблетках не нужно ни в коем случае. То есть если вы себя окружили заботой в виде витамина D, витамина K с витамином D, кремния, магния и едите достаточное количество овощей, фруктов и зелени, тогда ваша задача только в том, чтобы принимать в себя, пить достаточное количество воды. Ну, всем известна, наверное, формула 30 мл на килограмм веса. Это если вы не занимаетесь активной физической деятельностью. Если же вы занимаетесь активной физической деятельностью, тогда это 35 мл на 1 кг веса. В какой форме и в каком виде должна употребляться вода? Лучше всего примерно 40-45 градусов для того, чтобы она быстрее усваивалась, для того, чтобы не тратила на себя энергию и для того, чтобы вы могли пить ее тогда, когда захотите. Потому что если вы вместе с едой будете пить холодную воду, то это будет негативно сказываться на вашем пищеварении. Но в случае, если вы захотели попить горячую воду, то это никак негативно не скажется. Люди многие боятся во время еды пить воду. Это неправильно. То есть если она горячая, не обжигающе горячая, то ее попивать мелкими глотками вместе с едой вы можете. Ну и также примите за привычку выпивать 1 стакан воды за 15-20 минут до еды. То есть у вас примерно 2 стакана воды до завтрака. Это идеальная норма для того, чтобы сначала себя изнутри омыть, потом наполнить водой. 1 стакан перед обедом, 1 перед ужином. И так в течение дня, когда захотели. И вот уже плюс-минус получается где-то норма плюс та вода, которую вы получаете из пищи. Теперь, что касается еще дополнительных причин, проблем с отеками под глазами, это, конечно, осанка. И зажатость груда брюшной диафрагмы из-за того, что у нас есть сутулость, и в принципе где-то не там стоит таз, где-то не там стоят стопы. Но груда брюшная диафрагма начинает страдать, а она у нас, как главная мышца вдоха, отвечает также за лимфоотток, за венозный отток. И в случае, если укорочена шея, зажата шея, то это все вместе дает, то есть магистраль у нас здесь закрыта, лимфоотток, нормальный венозный отток с головы не случается. Груда брюшная диафрагма не прокачивает нормально всю эту систему. И, соответственно, вода застаивается. Где она будет застаиваться, как она будет выражаться, да, но мы уже выяснили, это зависит конституционно. Именно поэтому я всегда ратую за комплексный подход, и если вдруг вы нашли меня, вот просто как случайное видео, и не знаете, кто я такая и за что я ратую, то я еще раз вам подчеркиваю, заниматься нужно всем. Начиная от кончиков пальцев стопы до макушки, потому что если вы хотите омолодить свое лицо, заниматься только лицом абсолютно бессмысленно. Оно вам поможет на какой-то короткий период, потом все откатится обратно. Поэтому мы восстанавливаем свою осанку. Осанка – это не только статичная поза, когда вы вот встали, выпрямились, постояли две минуты, а потом вернулись в свое стандартное положение. Это также динамичная ваша поза, ваше движение и вообще, в принципе, умение пользоваться вашим телом. Ну и еще один момент – это стресс, про который я уже сказала, но здесь хочу упомянуть вот в связке с физиологией, по большей части, а не с биохимией. Потому что стресс выедает магний, как мы поняли, это уже нарушает водно-электролитный баланс. Но также стресс нарушает наше нормальное дыхание, опять зажимается грудо-брюшная диафрагма, нарушается венозный отток, нарушается лимфоотток. Но что еще происходит очень важного? На стресс очень ярко и сильно реагируют наши жевательные мышцы. Жевательные мышцы у нас их не одна, у нас их 4 целых, то есть вот у нас зажимаются челюсти. Причем у вас это может отражаться именно в ночном поведении вашей вегетативной нервной системы, потому что вы можете днем себя немного контролировать. Ну вроде как я тут поулыбалась, тут маску надела на себя, там маску. Но если у вас есть хронический такой зудящий стресс, он ночью обязательно выльется. И вы будете ночью зажимать слишком сильно зубы, это будет опосредованно влиять на состояние мышц коротких разгибателей шеи. Такие вот мягкие вот здесь вот мышцы, сразу же если под затылком прощупаете, то обязательно их найдете. Шея будет зажиматься, вы будете вставать, у вас что-то здесь тянет, здесь тянет, тут как-то не очень. Потом стоматолог вам говорит, что зубы у вас, зубной ряд тоже стирается и будет объяснять это возрастом, возможно. Но на самом деле это хронический стресс. И вот если это происходит, тогда у нас точно так же начинает застаиваться лишняя жидкость в области головы, потому что я уже сказала, что шея это магистраль. И когда шея вот в таком вот зажатом состоянии, она нормально, как магистраль, не отрабатывает, по ней ничего не оттекает. Все застаивается, а застаивается уже там, где нам диктует конституция и так далее. Что касается грыжевых образований, ну это происходит просто потому, что жир постоянно набухая, уменьшаясь, набухая, уменьшаясь, в какой-то момент набухает настолько сильно, что выпячивается между мышечными волокнами круговой мышцы глаза, и там и остается. И вот если вы пойдете к хирургу на блефоропластику, удалите этот жир, но при этом не решите своих причин, которые к этому привели, то все вернется. Вот, собственно, то же самое было и со мной. Я расскажу свою личную историю буквально кратенько. Да, у меня есть грыжевое выпячивание в области нижнего века, связано это с моими нервными переживаниями и с моей остенической конституцией, которая в принципе невростеническая. В какой-то момент я начала замечать, что мои глаза, да, я знала, что у меня есть эта грыжа, но мои глаза начали отекать слишком сильно. И зная, что у меня есть аномия, я почему-то не связала два этих состояния, хотя человек уже прокачанный, продуманный, знающий, да, ну вот не связала. Сразу же побежала к хирургу. Пришла к хирургу, он, не посмотрев на меня, не пощупав меня, сразу же записал меня на операцию, сказал, приходите, там все и посмотрим. Я поняла, что это конвейер, пошла к другому пластическому хирургу на консультацию, и вот там девушка, пластический хирург, сказала мне не совершать этой ошибки. Я просто потрясающий доктор, я советую всем таких докторов, вот они такими должны быть, которые посмотрят и реально оценят ситуацию. Она сказала, что, во-первых, при моем типе лица это будет смотреться некрасиво, глаза западут, вот здесь вот будет контурироваться круговая мышца глаза излишне сильно. А во-вторых, она сказала, что это вполне может повториться через 2-3 года, тем более, что я молодая, зачем мне сейчас все это делать. И посоветовала какие-то косметологические интервенции. Я, конечно, на них не согласилась, потому что просто вот у меня как-то пощечина, да, случилось, и я поняла, так, стоп, у меня же есть мои руки, мои знания, и я сама знаю, что с собой сделать. Я выровняла свое состояние по ферритину, анемию устранила полностью, я рассказывала об этом в предыдущих видео на канале, тоже, если не смотрели, то посмотрите. И тогда мне начал нравиться опять мой распахнутый взгляд, хотя он никогда не был у меня там излишне распахнутым, да, у меня есть всегда небольшое нависание на верхнем веке, но опять, это моя наследственность. Я, по крайней мере, знаю, что она не усугубляется, потому что я знаю, как это сделать. И вот сейчас я вам покажу некоторые упражнения, которые могут и вам помочь улучшить состояние, но я очень хочу призвать вас к объективности. Если вы делаете только эти упражнения и надеетесь только на них, то, пожалуйста, потом не вините меня в том, что они не сработают на долгосрочной перспективе. Нужно заниматься собой комплексно. Вот если вы хотите хотя бы немножко попробовать чуть больше позаниматься своим телом, своим лицом, приходите ко мне на интенсив, подтяжка лица за 7 дней, вот здесь ссылку на него оставляю. Стоит интенсив не таких больших денег, но это позволит вам, по крайней мере, понять, что с лицом вы тоже можете работать комплексно, можете как раз-таки отработать жевательные мышцы, отработаете шею. И посмотрите, что результат будет, ну, очень яркий, очень красивый, и который, возможно, потом вас подстегнет работать и дальше с грудным отделом позвоночника, со своими мышцами ног, с мышцами ягодиц, со стопами, потому что все это взаимосвязано. Ссылку оставляю вот здесь на интенсив, а сейчас пойдемте вместе со мной попробуем поделать некоторые упражнения. Итак, у вас должны быть распущены волосы, поставьте ваши руки, пожалуйста, вот таким вот образом, обняв свой апоневроз на скальп, и расслабьтесь, потому что если вы будете делать вот так, то ничего хорошего из этого не выйдет. То есть у вас должна быть расслаблена трапеция, и мы начинаем мягко сдвигать скальп. Будет желание здесь прям напрягать шею, выдвигать голову, будет желание напрягать трапецию, но вы себя вовремя останавливайте. И я попрошу вас также расслабить полностью лицо, вот снять прям с него вообще все-все маски, которые на нем есть, полностью стечь лицом вниз для того, чтобы расслабить надчерепную мышцу, которая очень интересно устроена. Она состоит из лобного брюшка, затылочного брюшка, а между ними такой широкий большой апоневроз. Вот очень часто залипания здесь, они ведут к тому, что опять-таки отток венозной крови и лимфы нарушается. И все это застаивается в области глаз. Далее укладываете пальчики вот так, сложенными вместе под волосы на затылок, и тоже начинаете такие вот круговые движения. То есть задача не погладить свой затылок, а сместить кожу на затылке. Для этого тоже нужно максимально расслабить лоб, и вы вот эти вот все движения можете на самом деле выполнять лежа в постели. Все, что я буду сейчас показывать, подходит для выполнения прям лежа в постели. Если вы знаете, что вы отекаете, то на утро попробуйте так с собой поработать. Теперь встаем на область над висками, стульчками ладоней. Оп, встали. Опять расслабили трапецию, опустили плечи вниз, потянулись макушкой наверх. И мы здесь начинаем совершать круговое движение, мягко смещая височную мышцу. Поднимайтесь, то есть вы не четко на висках стоите, а чуть выше. Смещаете по кругу. Затем делаете преднатяжение, как будто бы себя как елочную игрушку на елку повешали. Делаете вдох и делаете киво головой на выдохе, а руки оставляете на месте. Получилось приятное преднатяжение. В нем постойте некоторое время без напряжения. Отлично. Далее, вот такие вот прощипывания области виска в направлениях следующих. То есть вы рисуете такие лучики от внешнего уголка глаза. Вот такой лучик, вот такой лучик, и вот такой лучик четко параллельно полу. И уходите вы всегда в область линии роста волос из-за нее. Показываю. Я делаю это прям ногтями. Если ногти сильно длинные, ну, не знаю, сложно что-то посоветовать, потому что, в принципе, когда мы начинаем заниматься фейс-фитнесом, то лучше всего прям длинные сильно ногти у себя не держать, потому что ему неудобно. И вот я захватываю прям ногтями и прям начинаю отсюда вынимать ткани и валиком вести их за линию роста волос. То есть задача прям почувствовать, что вы освобождаете от залипаний ткани здесь. И вот там, где встали, куда дальше идти уже не можете, постойте просто. Постойте некоторое время. И можно чуть-чуть слегка это место протрясти. На следующий день, когда будете делать, вполне вероятно, что уже дальше сможете пройти. Теперь, да, вот мы здесь нарисовали эту линию. Теперь вот такую линию рисуем отсюда. Тоже захватываем. Ведем. Я на самом деле показываю вам не какие-то волшебные упражнения. Их много, этих упражнений. Сотни примерных одинаковых вариаций. Когда вам кто-то пытается продать именно упражнения, ну я не знаю, зачем вы ведетесь на это, потому что ценности имеют не упражнения. Ценность имеет, во-первых, техника выполнения их. Опять встали сюда и протрясли. И, во-вторых, последовательность и понимание того, что когда вы работаете с какой-то одной зоной, она связана с другими. И вот когда вы работаете правильно с соседними зонами, которые с ней связаны, да, вот тогда уже действительно происходят чудеса. И теперь параллельная линия полу. То есть первое, за что я всегда пекусь, это чтобы вы понимали, что вы делаете. Вот сейчас мы с вами прорабатываем окружающие мышцы, окружающие ткани. Мы поработали сначала с надчерепной мышцей, теперь работаем с залипаниями в области крепления височной мышцы. А это одна из как раз комплексно-жевательных. Здесь опять встали и просто тоже протрясите слегка. И вот даже сейчас, если посмотрите просто на один свой глаз и на другой, с которым еще не отработали, то увидите разницу уже. Теперь другая сторона то же самое. Оп-оп-оп. Ведем прям вот накатками. У меня ногти короткие, да, и здесь не должно быть болезненного защипа. Ни в коем случае не оставляйте на себе гематомы. Я знаю точно, что есть девушки с синдромом отличницы, которым надо сделать все вот прям сильно, прям хорошо настолько, что прям поставят отлично кто-нибудь потом. Никто отлично вам не поставит, а синяков наставить вы себе можете. Поэтому будьте с собой аккуратными и относитесь к себе с любовью. Да, еще не сказала, что можно как бы одноименной рукой работать. Можно противоположной. Здесь как вам тоже будет удобно. Если одноименной, то лучше ноготками, если противоположной, то можно подушечками пальцев. Да, и здесь как раз можно под себя как-то подстраивать. И вот если вы просто будете вот кожицу, мягкую кожицу, не то, старайтесь глубже-глубже-глубже защипнуть. Старайтесь найти возможность захватиться как будто бы за какие-то более глубокие ткани. Встали, протрясли. И здесь то же самое. Так, нет, встали. У многих возникнет вопрос. Я вот назвала много очень причин. Как определить ту причину, которая у вас? Знаете, обычно, еще зависит, конечно, от возраста, причины очень комплексные. Да, я не назвала очевидные, когда есть проблемы с почками, с мочеполовой системой, в принципе, с сердцем. Я очень надеюсь, что вы, если у вас какие-то подобные, да, тяжелые недуги, заболевания, вы о них знаете и не смотрите подобные видео, а лечите их. Далее. Хорошо. Вот это вот мы сделали с вами. С вами теперь мягко и аккуратно промассируйте область виска. Встаньте. Легкий-легкий, приятный массаж здесь. И теперь встаньте одной рукой за ухо, плотно прижмитесь. Другой рукой перед ухом тоже плотно прижмитесь. И начните вот так вот ухо сдвигать. Вот так это выглядит движение. Можете немножко даже прилечь на руки. Я показываю вам в ускоренном таком экспресс-варианте, да. Если вы хотите удлинять какие-то упражнения, удлиняйте. Но, в принципе, уже этого будет достаточно для того, чтобы увидеть какой-то первый результат. С другой стороны точно так же прилипли. И тоже сдвигаете вниз микрофон. Мне очень удобно. То есть именно задача сдвинуть. Освободить лимфатические протоки. И теперь встаем на область, вот так вот, мизинчиками, на область над ключицами. Делаем вдох. Выдох. Вдох. Расправляем. Выдох. Как будто бы проталкиваем что-то. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. То есть немного вниз. Вот как будто бы, знаете, как вешалочкой свесились на ключицах. Теперь руки в замке. Ставим замок на затылок. И распускаем локти в стороны. Раскрываемся, растягиваемся. При этом не нужно вот так вот прогибаться в пояснице. Я не могу вам показать, но сидите на седалищных буграх. Если вы сидите, прям нащупайте седалищными буграми вашу поверхность. И теперь начните дышать, подсвечивая солнечным сплетением вперед себя вот так по диагонали путь. Делаете вдох. И с выдохом закрываете ребра. При этом я напоминаю, что ваша задача сохранить поясницу в ее естественном прогибе. Представьте, что ваш грудной отдел позвоночника и ваш шейный отдел позвоночника – это деревянная змейка. Вот сейчас, когда вы делаете вдох, в эту деревянную змейку вы складываете так. На такой. Еще вдох. Потому что если вы будете это движение делать за счет прогиба в пояснице, эффекта достигнута не будет. Вдох. Взгляд драйвер, управляйте им. Скользите. Наверх. Вдох. И еще вдох. И заключительный прием, который уже будет точечно подходить к области под глазами. Вы встаете от такой стандартной классической фейсфитнесовой, массажной. Встаете на область над крыльями носа. И начинаете здесь углубляющими такими движениями. То есть задачи именно очень часто многие делают вот так. Вот что-то протерли. Нет, мы не пыль стараем. Мы углубляемся внутрь тканей. Идем очень медленно пробуривающими движениями. Внутрь, внутрь, внутрь. И наша задача здесь дойти до носослезной борозды. Здесь делаем вдох. Носом. С выдохом очень медленно катимся вниз. И если вы будете катиться вниз очень медленно и опять с ощущением, что вы идете в глубину, то вы не будете оттягивать себе нижнее веко. И снова протапливаемся вглубь. Снова здесь остаемся. Делаем вдох носом. Выдох вниз медленно. И еще раз вдох. Выдох наверх. До носа слезной борозды. Вдох. Прям подержали. Вдох на пике и выдох. 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 И теперь также мягкими и легкими указательными пальчиками пройдите область под вашими глазами именно по глазнице. То есть вы не идете по мягкому нижнему веку. Вы идете вот по связочке, по косточке. Круговые движения, мягкие и легкие. Ни в коем случае вы не делайте вот так. Тоже знаю, как многие женщины могут делать мягко и аккуратно, именно ощущая косточку. Как будто бы вы маленькие кружочки на косточке рисуете. Доходите прям до внешнего углока глаза. И точно такие же движения в случае, если у вас есть малярный мешок. То есть вы отрисовываете вот здесь себе линию от носослезной борозды и прорисовываете ее дальше условно для себя. И вот по этой линии идете. Если нет, то только область глаз вас интересует. Если же у вас есть нависание на верхнем веке, отеке верхнего века, тогда вам нужно промассировать такими точечными, тоже круговыми движениями верхнюю косточку. Приподнять бровь и промассировать мягко и аккуратно. Вот такой вот несложный комплекс. Попробуйте его обязательно в комментариях поделитесь, какой у вас эффект. Может быть, вы сегодня сразу же эффект заметите. Может быть, заметите эффект на завтра. Может быть, вы завтра уже начнете применять какие-то мои советы относительно водно-электролитного баланса. Относительно стресса. Стресс, ну как отрабатывается стресс? Дыхательными практиками, медитацией. Ну и, конечно, отработкой причин этого стресса. Если вы знаете, от чего вы стрессуете, тогда с этим тоже нужно разбираться. Возможно, самостоятельно, возможно, со специалистом. Благо, сейчас таковые имеются. Даже излишне много, я бы сказала, выбрать сложно иногда. Вот, поэтому пишите в комментариях о своей обратной связи, мне будет интересно. Но не забывайте про то, что вот здесь в прикреплении, в описании, лежит ссылка на интенсив. Подтяжка лица за 7 дней. Я уверена, что он вам тоже понравится. И замотивирует вас работать дальше со своим красивым лицом. И продолжать работать уже потом со своим красивым телом. Все. С вами была ваша Орлова Даша. Пока.